В преддверии Науры Смейрама Аким Акмолинской области провел встречу с представителями этнокультурных центров и общественных структур. Глава региона отметил важность и уникальность деятельности представителей Ассамблеи народа Казахстана. Также были озвучены вопросы сохранения межнационального мира и согласия, роли каждого гражданина в развитии страны. Перед началом «Круглого стола» Марат Ахмеджанов посетил кабинеты этнокультурных объединений в Доме дружбы и ознакомился с их деятельностью. Открывая совещание, Аким области остановился на вопросах, поднятых президентом страны Касымжомартом Токаевым на национальном Курултае. В настоящее время на территории области насчитывается 49 этнокультурных объединений, 17 из них ходят в областной дом дружбы. В Ассамблее народа Казахстана регион представляют 24 акмолинца. О достижениях доложил заведующий секретариатом областной ассамблеи Сабырхан Кенжибаев. «В соответствии с решением 32-й сессии Ассамблеи народа Казахстана в целях разъяснения государственной политики в рамках утверждённого плана информационно-разъяснительной группы в области межэтнических отношений проведены встречи в шести отдалённых населённых пунктах и 14 районах. Члены этнокультурных объединений и общественных структур уделили особое внимание оказанию помощи малообеспеченным и многодетным семьям. И в прошлом году провели более 2600 благотворительных мероприятий на сумму 160 миллионов тенге». Заслушав доклад, Марат Ахмеджанов отметил, что предстоит ещё много работы, чтобы не останавливаться на достигнутом. Важно идти вперёд, укрепляя межнациональный мир и стабильность. «Для разработки и реализации информационных имиджевых проектов среди этносов, доведение ценностей единства до общества, необходимо широко освещать в интернет-пространстве мероприятия, проводимые этнокультурными объединениями». Нужно повысить активность представителей ассамблеи в социальных сетях и необходимо обеспечить активное участие всей молодёжи в проводимых мероприятиях. Выступая на встрече, председатель общественного объединения «Казахт-для-мен-Мадиньет» Марат Койшин отметил необходимость совместной работы по развитию и популяризации государственного языка и укреплению национальной культуры. В целях расширения сферы применения казахского языка в Кокшетау был открыт Центр изучения госязыка, в котором на данный момент обучаются 70 акмолинцев. Студентка Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова Милана Тарасова работает в данном направлении. «Некоторые ученики уже достигли того уровня, который позволяет им свободно говорить на официальном языке в разных учреждениях и на работе. В дальнейшем мы планируем ходить на концерты с членами клуба, посещать спектакли на казахском языке и стараться активно погружаться в языковую среду». Собравшиеся также заслушали выступление общественного заместителя председателя Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Ташибуви Медетовой. Председатель узбекского культурного центра поделилась мыслями о важности благотворительности и передаче духовных идеалов следующим поколениям. Отметим, в прошлом году на республиканском форуме «Караван милосердия» Ташибуви Медетова была награждена нагрудным знаком Ассамблеи народа Казахстана Жомарджан. «Представителям всех национальностей в Казахстане предоставлены возможности продолжать и развивать собственные традиции изучать родной язык. У наших будущих поколений много возможностей. Для устойчивого развития всей страны важно культивировать в молодёжи общечеловеческие духовные ценности. И в этом особое место занимает этнокультурная политика, работа Ассамблеи народа Казахстана. Проводимые мероприятия всегда сконцентрированы на доброте к людям и единстве народа». Участники совещания также поделились планами по повышению качества и укреплению дальнейшей работы этнокультурных объединений и общественных структур. В завершение встречи Марат Ахмеджанов подчеркнул, что роль межнационального мира в обществе очень важна. Без единства народа невозможно дальнейшее развитие страны.